Обычно я хорошо ориентируюсь в джунглях, но сегодня мне повезло. Иду на работу, иду уже где-то два часа, потерялся капитально. Я не знаю, где я сейчас нахожусь, но за это время я успел познакомиться с местной флорой. Пойдемте прикол покажу. Трынь! Свернулась! Позднее я узнал, это милашка ядовида. Будьте осторожны. Трынь! О, наконец-то слышу человеческие голоса. Я спасен! Да уж, заблудился я самым потрясающим образом. Так, что попал на другой берег от моей работы. Ты мой босс, да? Васяра! Я здесь! Это я, Андрей! Спасай меня! Плыть на этой лодке – это то же самое, что идти по канату. Нужно держать равновесие. Босс был мистер невозмутимость. Его не смутило ни мое опоздание, ни то, что я находился черти где. Васяра! О, Ваня! Меня Андрюха зовут. Вань, ну расскажи, что мы сегодня делать будем? Судя по запаху, что-то мерзкое, да? Мы будем делать соус дьявола. Соус дьявола? Первый раз о таком слышу. Узнаешь все в свое время. А сейчас готовься ловить рыбу. Ловить рыбу – это по мне! Обожаю рыбалку! Будем ловить рыбу сетью. Сетью? А про удочки в Лаосе не слышали? Это не так просто, как кажется. Нужно быть внимательным, чтобы сети не запутались. Тяжелая. Крут. А это у вас для чего? Это чтоб рыбу пугать, да? У нас, в принципе, то же самое. Только динамит. Это у нас, Ванька, оказывается браконьер, да? Надеюсь, ты так же хорошо работаешь, как болтаешь. Давай, грузи все. Окей. Погнали на рыбалочку. Сети сам возьмешь? Ага, я понял. Мы затащили с Настей в лодку и двинулись на рыбалку. Тут надо отметить, что рыбалка у лаосцев совершенно неправильная. И не только потому, что удочек нет. Где пивасик? Как у тебя получилось. После подробного мастер-класса от босса пришло время мне проявить себя. Ловись, рыбка большая и маленькая. Профессионал рыбак. Ну что, босс, когда туда рыба уже заплывет? Так, ну-ну. И где наш улов? А наш улов все еще в речке. Давай еще раз. Первая попытка не удалась. Вторая тоже. Что-то пошло не так. А и третья туда же. Босс, ну если б ты мне дал сегодня удочки, я б и сам бы столько сегодня рыбы наловил. Ты даже себе представить не можешь. Мы решили применить другую стратегию ловли. Босс сказал, что с меня рыбак не важнецкий, поэтому он мне поможет сейчас наловить рыбу. Он выставит сети, и я начну рыбу пугать, чтоб та к ним приплыла. Вообще, ловля рыбы таким образом официально вне закона. За оглушение рыбы можно получить месяц тюрьмы. Приступим к запрещенным методам рыбалки. Люблю криминал. Босс, нормально. А, супер. Это у меня получается лучше всего. Ооо, вот она, вот она рыба моей мечты. О, лень. Пузяком кверху. Походу, я ее реально приглушил. Интересно, получится ли у Андрюхи наловить рыбы? Узнаем после сюжета Русика. Ну что, друзья, все в лучших, как говорится, традициях лооца. Бесконечная жара, джунгли и горы. Кстати, по поводу работы. Чтобы не подсказывать, что она будет сегодня очень странная, потому что в конверте указано прибыть ровно на закате. Опа! А вот это место вроде и указано в моем конверте. Одинокая хижина на склоне горы. Пройдемте, господавры. Меня ждали аж три работодателя. И тут оказалось, что видеть меня не особо рады. Ну, здрасте. Три лооца. Три веселых друга. Привет. Вы мои боссы? Боссы. Что ты такой веселый? Время видел? Какого хрена опоздал, жердяй? Да что, да нормально еще время. Таких гопобоссов я еще не видел. Ребята, стоп, стоп, а что вы стартуете? Я не понимаю? Я к вам с миром пришел. Стоп. У меня тоже есть оператор, режиссер за камерой. Давайте стоп, стоп, стоп. Давайте еще раз. Стоп, стоп. Давайте еще раз, то спокойно, хорошо? Я понял. Уважаем друг друга, пацаны. Опойди, мой друг. Хеллооооо, хеллоооо, девушки, хеллоооо. Запомните, добро всегда побеждает зло, да? Короче так, ты сегодня станешь охотником на рукокрылов. Рукокрылы? Что это еще за монстры? Да мыши летучие. Оказывается, летучие мыши – это национальное блюдо. Мышь для лаосца, как у нас, борщ. Мы тронулись в путь, в горы. Лаосцы поставляют мышей для ресторанов. Одна мышь – 20 центов. Поймал десяток – получил 2 бакса. Как мы видим, друзья, уже стемнело. И наконец-то мы добрались до пещеры, в которой будем ловить этих летучих мышей. И с этого момента мы теперь разговариваем только так, потому что летучие мыши любят тишину. Братанчик, давай, фаер! Фаер! Летучие мыши обитают под землей на глубине около километра. Это полчаса пути по подземным переходам, где влажно, темно и стрек. Что хотелось бы сказать. Сейчас наша как бы развлекательная передача плавно превращается в какой-то фильм ужасов. Но это очень интересно, что будет дальше. Наконец, мы пришли к месту ловли. Вау, чувачочки! Вот это у вас офис, ребят. Время делать капкан. Тут все просто. Нужно собрать раму из бамбуковых палок. Короче, мы сейчас делаем ловушку, которая напоминает футбольные ворота, как и с детства. И, конечно же, никакие ворота не обходятся без сетки. Ее мы тоже сейчас будем делать. Когда сетка натянута, ловушку нужно замаскировать листьями. Мыши ориентируются в пространстве с помощью ультразвука и могут обнаружить западню. Но листья сбивают их с толку. Сейчас, после установки этих самых ловушек, мы каждые пять минут будем издавать громкие звуки, хлопая в ладошки, чтобы у мыши начиналась паника, и они попадали в наши сети. И как только одна залетает мышка, мы делаем рукой так, чтобы заблокировать ей выход обратно. И наша рыбка в сетке. Ну что, полетели? Тихо! А что она вы... А что она... О, настоящая. О! Тихо! Тихо! Я просто вам хочу кое о чем сознаться. У меня с самого детства фобия на этих летучих мышей. Честно говоря, я решился на эту работу только, чтобы побороть свою фобию. Ведь каждый мужик должен столкнуться со страхом лицом к лицу. Ну что, полетели? Спасибо, Господи. One, two, three. Отправляясь в Лаос, Русик даже не догадывался, что за испытание нервов его ожидает. Держись, мужик! А мы пока заглянем в гости к Андрюхе. Нормальный у нас сегодня улов. Почти полное ведро. Я думаю, соуса сегодня получится очень много. Теперь можно было отправляться делать соус дьявола. Процесс приготовления проходил прямо в доме босса. Привет! А вот здесь живет мой босс. Вы посмотрите на этот дом. А теперь посмотрите на его тачку. Чувствуете контраст? Так живут все лаосцы. У них автомобили на первом месте. Так сказать, хороший понт дороже денег. Кухни в доме не было. Готовить пришлось прямо во дворе. Знаете, почему у меня в руках нож и босса нет? А? Он просто пошел на обед, а мне сказал рыбу выпотрошить. Буду делать это здесь. Оба-на! Погнали! Какая-то немужская работа. Но делать нечего. Кстати, босс мне рассказал, почему соус называется дьявольским. Просто у него поистине адский рецепт. Раньше в состав дьявольского соуса входили черви и ящерицы. Такая себе аппетитная сборная соляночка, правда? Я с Бурдянска, поэтому я знаю про рыб все. Вот, например, вот эта рыба. 100% не пеленгас. Сейчас все проще. Основа соуса – мелко нарезанная рыба. Следующий этап. Мне сейчас нужно измельчить рыбу до неузнаваемости. Босс, ты мужик в доме или нет? Че ножи неточенные? Так, короче. Я так понимаю, в этом деле нож мне не товарищ. Возьму что-то посерьезнее. Кстати, лоосцы совсем не брезгуют, если в соус попадает муха. Приправы соль, перец и чеснок обеззараживают насекомое, и его можно кушать целиком с крыльями. Сейчас я буду смешивать разные ингредиенты с рыбным фаршем. Перчатки я одел для того, чтобы чеснок и соль не разъели мне руки. Приступим. Добавляю щепоточку чеснока. Можно еще чуть-чуть. Добавляю щепоточку риса вареного, а также добавляю шкуру быка. Ее можно заменить на свинячью шкуру, если кто-то там записывает рецепт. Добавляем сольку по вкусу. И мешаем. Ну и в конце концов, в перемешанный нами фарш мы добавляем немножечко сахара, чтобы наш соус забродил. Ну вот, наконец, я рассортировал свой соус по пакетам. Теперь мне нужно его оставить на 4 дня под палящим жарким солнцем до полного его приготовления. Я наконец-то понял, что здесь так воняет. Здесь воняет рыбным соусом, который лежит 4 дня под лооцким горячим солнцем. Вот, ну я закончил. О, красавчик! Вижу в тебе задатки кулинара. Ну! Держи бабло! О, спасибо, братан! Сколько это денег? 7 тысяч получил! Ого! Спасибо, братанчик! Спасибо тебе огромное! Ну вот, стой, не уходи, у меня есть для тебя подарок. Сейчас, стой! Вот, на самом деле, если бы у вас была мясорубка, вы бы делали свою работу в десятки раз быстрее. Знаешь, где ты можешь купить мясорубку? Мясорубочку ты можешь купить на розетке. Потому что розетка тут ей все, она ведь больше. А ну, примерь-ка! Андрюха может отдыхать. А вот работа Русика продолжается. И это не работа, это кошмар. Давайте посмотрим, как бедный Руслан сражается с крылатыми монстрами. Как только мы заорали, пещера наполнилась шумом крыльев. Большинство мышей пролетели мимо ловушки, но несколько попалось в сети. Воу! Вот! Есть, 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 чувачки, вот она! Вот и моя маленькая, смотри! Вчера стало самое страшное, взять вот такими вот лапищами вот эту вот маленькую жукушку. Что ты, малыш? Нононононо, не могу, не могу, не могу, пацаны, не могу. Для тех, кто забыл, напоминаю, я не трус. У меня просто фобия хероптофобия. Это фобия летучих мышей. Пока я пытался бороться со страхом, одна из мышей улетела. Потом вторая, и босс начал нервничать. У тебя что, руки и задницы? Держи мышу, мышу держи. Я собрался с духом, и одну мышь поймали. Да ну, елки-палки. Ну ты страшная, смотри. Сколько мне таких вот мышек собрались? Норма, 50 рукокрылых. Еще 49 штук. Жесть. Но я справлюсь. Фобия не пройдет. Мы продолжили охоту. Это элементарно, ребят. Я с ней трус какой-то, смотри. А ну дай мне. Но я ничего не мог с собой поделать. Знаете, чего слон боится больше всего? Правильно, мышек. А я боюсь больше всего летучих мышек. Вот такие вот маленькие страхи, вот таких вот больших людей. Маленькие страхи больших людей. Да ты просто обычный ссыкун. Но я ничего не мог с собой сделать. Фобия меня поборола. Из-за наших криков все летучие мыши покинули эту пещеру. Теперь мы больше ничего здесь поймать не сможем. Улов на сегодня составлял 4 мышки. Полный провал. Рестораны закупают рукокрылов партиями от двух десятков. А 4 рукокрылов можно было только и съесть. В общем, как здесь местные готовят этих летучих мышей? На самом деле все точно так же, как и у нас. Сначала они кидают их в маринад, соль, кетчуп, майонез. В принципе, по вкусу. Потом насаживают это все на шампурик. Вот такой вот. И ставят на костер. Всем, короче, мир, труд, мышь. На что похоже? Горох и много соль. Знаете, вот эта работа – это воплощение всех моих страхов воедино. Сегодня ты оставил без заработка не только меня, но и всю мою семью. Я думаю, что этот день будет не один раз приходить еще ко мне в самых страшных снах. Чтоб ты подавился. Что случилось? Знаете, так получилось, что мне мужики не заплатили ни копейки. Но радует только то, что я хоть в минус не ушел, потому что я сегодня распугал всю их добычу. Продолжение следует... Продолжение следует...